В том, что французский бульвар нуждается в ремонтных работах, ни у кого сомнений не возникает. Дорога, тротуар и трамвайное полотно попросту разбиты. А после появления здесь высоток появилась и новая проблема с загруженностью дорожного трафика. Кроме того, многие водители и вовсе бросают свои машины с двух сторон проезжей части. В мэрии наконец решили заняться этими вопросами. В мэрии проект реконструкции хотят проработать со специалистами и обсудить с общественностью. У нас две проблемы, которые я вижу, мне как жильцу этого города. Это плохо припаркованные автомобили, потому что люди не хотят ходить два квартала, хотят припарковаться там, где хотят. И многоэтажки, на которые не рассчитана, собственно, улица изначально. Как менялся облик французского бульвара, Валентин наблюдает с раннего детства. Больше всего опасается расширения проезжей части. Это плохо для пешеходов, это плохо для деревьев. От этого станут шире улицы, но от этого не станет меньше машин. То есть машин будет гораздо больше, пробки не уйдут. По всему миру дороги сужают, у нас все пытаются расширить, и я очень этому не рад. Точно так же рассуждает и Петр Обухов. С появлением дополнительных полос, считает эксперт, водители просто получат новое место для хаотичной парковки. Чтобы разгрузить бульвар, по его мнению, нужно строго-настрого запретить парковаться в крайних рядах на проспекте Шевченко и оградить проезжую часть на Французском. Нужно его полностью отремонтировать, в таком виде, как он есть, переложить брусчатку, сделать ливневку, оградить обязательно трамвайные пути от дороги и от тротуара, переложить рельсы, чтобы трамвай мог ездить быстро и безопасно, и засадить его деревьями, какими-то кустами, чтобы была живая изгородь. Кроме того, нужно отремонтировать тротуар и поставить там эти парковочные столбики. Не изобретать велосипед предлагает еще один наш собеседник – велоактивист Александр Прохоров. Сделать грамотно по современным технологиям, но не меняя общие геометрические параметры этой улицы. И желательно сохранить историческую брусчатку. Главное, чтобы вот эти вот все идеи по поводу того, что рельсы надо пустить там общим потоком с автомобилями, они чтобы так и остались идеями и никогда это не было реализовано. Потому что все равно никакой пользы от этого не будет, будет просто там в два раза больше автомобилей стоять в пробке и загрязнять. Но есть среди одесситовы мнения, что пытаться сохранить французский бульвар в аутентичном виде уже поздно. Застройка и увеличение численности машин диктуют свои правила. Их нельзя не учитывать. Видите какие-то большие застройки. Санаторий застраивается ожирными домами. Но он уже на сегодняшний день он изжил из себя. Хоть и на историческую ценность представлялась французский бульвар, но он из себя изжил. На сегодняшний день в любом случае надо делать реконструкцию. Душа болит за Одессу, за французский бульвар. Но надо все-таки в современном, мы живем в современном мире, развитие очень быстро идет, большими темпами, поэтому надо его изменять. К какому изменению прислушаются в мэрии, станет известно совсем скоро. Команда репортера продолжит следить за судьбой французского бульвара. Впрочем, не лучше обстоят дела и с его окрестностями. Мы обратили внимание на плачевное состояние трамвайного полотна у мускомедии по 28 маршруту. Когда город займется этим вопросом, тоже пока не ясно. Лилия Горопашная, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.